Ассалам алейкум ва рахматуллахи ва баракету. Мы продолжаем с вами, дорогие наши зрители, рассматривать различные сюжеты истории ислама в России. То и те обстоятельства, когда наши предки, булгары и другие народы, населявшие обширные пространства Евразии, стали принимать ислам, как ислам приходил на территорию современной России, так или иначе ограничиваясь все-таки именно что средним положим. Правда, мы говорили с вами, что другая волна, другое направление исламизации было связано с Северным Кавказом, в частности, с одним из самых знаменитых и древних городов Дагестана, вероятно, самым знаменитым городом Дагестан – Дербентом. То есть вот эти волны, эти направления, они шли не одномоментно, не одномерно, а различными такими вот, что называется, линиями. Так или иначе, они, конечно, были связаны с распространением ислама, с могуществом арабского халифата в этот период времени, но, насколько вы помните, мы затрагивали сюжет, что значительная часть распространения ислама и роли в этом была связана не только с арабскими государствами, с арабским халифатом, но и с тем, что сейчас принято называть Средней Азией, Центральной Азией, например, с государством Хорезом, откуда приходили миссионеры также в Среднее Положье. На этом периоде мы остановились и говорили о том, что Волжская Булгария приняла ислам. Дата всем хорошо известна, она просто хрестоматийна, 922 год. Понятно, что можно уходить чуть раньше и, что называется, возвращаться, и в то же время смотреть период в его перспективе. Позже исламизация, конечно, не могла, как и, скажем, христианизация, крещение Руси не могло произойти одномоментно, в один год, в одну какую-то, даже в одно поколение. Это процесс длительный, но так или иначе мы все-таки вокруг X века эти дискуссии в целом прекращаем, потому что большая часть исследователей действительно в эту дату верят, и эта дата рубежная. Кроме того, мы отмечали с вами, что исламизация Среднего Положья, в частности Волжской Булгарии, не была массовой на первом этапе. Она все-таки охватывала определенные зоны. Это подтверждает нам и археология. В то же время археология говорит нам о формировании уже мусульманского похоронного обряда. Мы вспоминали с вами имя замечательного казанского археолога Елены Александровны Халиковой и ее супруга Альфреда Хасановича Халикова. Имена легендарные для науки Татарстана, которые доказывали сложение, формирование мусульманского погребального комплекса в Волжской Булгарии. Это говорит о том, что проникает ислам не только к элите, но и начинает распространяться достаточно широко. Хоть и не массово, то есть еще процесс массового, глубокого проникновения во все слои, он имеет определенное развитие, определенную хронологическую перспективу. И вот теперь мы говорим о другом этапе, когда в среднем положении, в том числе на территории Татарстана современного, возникают новые государства. Или вернее эти территории входят в орбиту другого государства. Это государство по школьным учебникам истории, мы привыкли с вами называть Золотой Ордой. Очень часто государства, страны, большие пространства именуются так постфактум. В исторической науке, в различных источниках, которые не современные самому государству. Вот это такой парадокс есть. Я думаю, классика жанра это Византия, жители которой не знали, что они византийцы, они так себя не именовали, считали себя ромеями, римлянами. А вот пришло такое время, когда уже Византии не было на карте мира, назвали ее так. Ну, понятно, были определенные условия, но так или иначе люди иногда живут и не знают, как их будут именовать потомки. Поэтому и Золотая Орда тоже понятие достаточно условное. Я знаю, что коллеги в Татарстане любят иные формы определения этого обширного государства. Например, называют его Джучиевым улусом по имени сына Чингисхана Джучиев, который, собственно говоря, которому был предназначен этот улус, эта территория. Интересная деталь. Фактически ее создал в масштабах, которые мы знаем, сын Джучи, Батыева, в результате своего большого, грандиозного военного похода. Но мы не рассматриваем с вами внешнеполитические аспекты, да, в общем-то, они хорошо известны. Нас интересует развитие ислама в этом регионе, и здесь важно, что ислам начинает принимать уже верхушка завоевателей. Вот почему это монгольское влияние, это монгольское присутствие очень быстро растворяется в местной мусульманской культуре, в местной тюркской культуре. Уже брат хана Батыя, Берке, принимает ислам. Он не делает ислам, не устанавливает ислам в качестве государственной религии, то есть это его выбор. Но, как мы прекрасно с вами понимаем, если мы говорим о феодальном обществе, об элите, о хане, ну, принимая религию конкретную, в данном случае мусульманскую, это определенный ориентир для его подданных, или, во всяком случае, для его окружения, для его элиты. Так или иначе, да, при хане Берке ислам еще не становится государственной религией Золотой Орды. Вообще Золотая Орда существует как такое многообразие разных религий. Мы знаем, что на юге, ну, в Нижнем Повозже, собственно, на юге этой территории, в столице Золотой Орды, в сарае функционировали, действовали совершенно свободно храмы разных религий, в том числе и христианские. Христианские, особого направления, нестарианство. Это интересное направление, о котором можно почитать. Многие представители дома Батыя, чингизиды, они приняли эту религию, нестарианство. Берке сделал другой выбор, он принял ислам. И постепенно ислам начинает проникать к верхушке этого государства. Надо сказать, что Золотая Орда и Джучиев Улус, кому как больше нравится, она охватывала территорию уже со сформированным мусульманским населением. Мы знаем, какие широчайшие пределы были у этого государства, какие обширные и удачные завоевательные походы совершили основатели этого государства. Ну или если только отметить, что, скажем, Закавказье входит в состав Золотой Орды, что Центральная Азия начинает очень серьезно влиять на то, чтобы мусульманская религия становилась здесь главенствующей. Вот этот фактор хорезма, о котором мы упоминали, да, разрушенного Батыевым нашествием, но восстанавливаемого. И великие города, которые позднее прославят Тамерлан, Тимур, Самарканд прежде всего, они тоже в пределах этого государства. То есть это все мусульманская городская культура, которая не могла под копытами завоевателей полностью истощиться. Она все равно возрождается. Ну а если возвращаемся в наше пространство, на наш ландшафт Среднего Поволжья, то это, конечно, новый такой виток развития Волжской Булгарии, которая в определенном месте таком своем находится, географическом, вроде бы, что ли, да, соединяя Восток и Запад. И ее исламское начало, которое уже было, которое уже сложилось, оно начинает определенным образом влиять также импульсами своими на ханскую династию. Ханом, который провозглашает ислам в качестве государственной религии, становится узбек. Говорящее имя, ну, разные существуют точки зрения, является ли он таким отцом-основателем узбекского народа, от него ли пошло имя народа. Это трудная история, не будем ее касаться, она очень сложна, как и вообще имена народов, этнонимы. Но факт остается фактом, что при хане узбеки ислам уже становится государственной религией Золотой Орды. А что это означает? Это означает, что исламское право, шариат, становится ведущей правовой системой Золотой Орды. До этого в Золотой Орде существовало право Ясса, которое было принято Чингисханом, монгольское право. Монголы характеризовались вообще такой достаточно развитой веротерпимостью. Существуют различные точки зрения, почему такие они были, как сейчас иногда модно еще говорить, толерантные, терпимые к другим верованиям. Например, есть точка зрения, мне она очень нравится, она мне кажется убедительной, что монголы были суеверны, они боялись того, что они могут осуществить гонение на какую-либо религию или точнее на ее представителей, на мул, на священников, на лам буддийских. И от этого их возникнет неудача, кары какие-то небесные. Поэтому они равноудаленно относились к различным религиям и фактически даже, можно сказать, и благоприятствовали им. Уже сегодня в ходе нашей беседы мы вспомнили о такой сарайской фактически митрополии, о присутствии христиан в центре Золотой Орды. Совсем недавно мне довелось на выставке в Казани, посвященной Золотой Ордынской культуре, увидеть двери из Крыма, сохранившиеся деревянные двери армянской церкви, которая существовала в Крыму. Ну, пусть это более поздний уже Крым, скорее пост-ордынский, наверное, но тем не менее, вот эта веротерпимость, взаимоотношения с разными конфессиями, она передалась из чингизитского вот этого рода, из представлений их о мире, вообще об их таком представлении, о картине мира даже, к уже мусульманской Золотой Орде. Напомню, вот это правление, первая половина фактически века 14-го, это утверждение ислама в качестве государственной религии. Формируется особый тип этого государства, городская мусульманская культура. Благодаря нашим коллегам, работающим в Татарстане, в частности в Институте имени Марджани, благодаря моему хорошему другу Пулату Лероновичу Хамедулину, много делающему для того, чтобы мы вспоминали правдивые страницы Золотой Ордынской и более поздней истории, и другим коллегам, которые работают в различных научных учреждениях в Татарстане, в Казанском федеральном университете, в Институте энциклопедии, как Булат Хамедулина. Мы, наконец, узнали о том, ну, безусловно, это было известно и раньше, но сейчас, на современном этапе, что эта культура не обязательно кочевая, она имеет очень прочные городские такие формы, я бы даже сказал. Это культура мадресе, это культура мечетей, это культура очень серьезная в архитектуре, выражающаяся в караван-сараях, да, ее следов материальных практически нет, не осталось, но, тем не менее, археологические находки, исследования археологов, они показывают высокий уровень культура. То же осталось, что можно, к чему можно обратиться и увидеть, обосновать те слова, которые мы говорим, чтобы они просто не на степной ветер были рассчитаны, а имели определенные аргументы. Это золотардынская литература. Совсем недавно в Москве, благодаря стараниям московских исследователей и казанских коллег, был издан уникальный труд Нагжель Фарадис, Махмуда Булгари, который, вот, аргумент в разговоре о золотардынской культуре, это дидактический труд, это выдающаяся работа, которая была хорошо известна, она переведена теперь, она прокомментирована научным образом, академическим образом. Это один из таких примеров того, что золотая орда – это не обязательно походы, завоевания, ковыльные степи и какие-то грабежи и так далее, которые как стереотип обрисовывают золотардынскую историю. Безусловно, это военные государства, безусловно, это государство феодальное в том понимании, которое мы подразумеваем под феодализмом. Безусловно, это государство, которое завоевывает и обороняется. Но оно же имеет и очень глубокую, очень интересную, причудливую мусульманскую городскую культуру, о которой необходимо говорить. Она еще долгое время остается в тени стереотипов, в тени различных представлений, часто достаточно ложных. Мне бы очень хотелось сегодня вспомнить, мы сегодня говорили о коллегах, об историках и археологах, которые много сейчас делают для восстановления такой репутации, что ли, Золотой Орды. Мне хотелось бы вспомнить еще одного историка, прошлого уже, Магомеда Сафрагалиева, в своей работе «Распад Золотой Орды». Почти 60 лет назад он одним из первых рассказал о Золотой Орде то, что было не принято говорить. На основании большого количества источников он написал смелую, фундаментальную работу, которая дала некий другой вектор рассмотрения золотоордынской цивилизации. Да, он не касался мусульманской традиции напрямую, но косвенно из нее можно сделать вывод о том, что ислам в Золотой Орде, исламская городская, подчеркну, культура, стоит в одном ряду с культурой мусульманских народов Ближнего Востока, Персия, арабские государства в широком смысле и других территорий, частей мусульманского мира Средневековья. То есть она сообразна тому уровню развития мусульманской культуры, который был достигнут ее современниками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok